самолет пригожина разбился это месть путина вот о чем мы сегодня поговорим здравствуйте я или на добро пожаловать на мой канал довольно пропагандой пожалуйста подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и комментарии это помогает распространять видео так работают алгоритмы ютуба пожалуйста помогите распространять правду самолет главы чего кавагдара евгения пригожина упал и разбился над тверской областью в россии среди пассажиров согласно данным росавиации значился и сам евгений пригожин в первые же минуты связанный с чего как канал утверждал что самолет сбили российские пво вместе с пригожиным на борту находился создатель чего к вагнера и собственно его военный начальник а дмитрий уткин и в этом отношении я присоединяюсь к поздравлениям канала джейка бро поздравляю российскую федерацию российских военных за полтора года войны в украине они наконец-то убили нациста в соответствии с различными телеграм-каналами в самом самого начала говорилось о том что российская пво сбила этот самолет но теперь больше информации появилось и многие агентства и известные довольно надежные медиа и forbes там bbc и так далее то есть они тоже утверждают определенные версии и в частности версия о том что пво сбила самолет пригожина одна из основных то есть практически две основных версии это взрыв на борту и это пво российское пво что я хочу сказать в первую очередь это то что как только смерть пригожина о смерти пригожина стало известно и о том что вот сбили самолет еще даже не было известно точно ли погиб пригожин первые мысли у всех ни у кого даже мысли не возникло что это кто-то другой замешан кроме российского президента владимира путина то есть террористический акт на территории российской федерации сбитие гражданского самолета и в первую очередь все во всем мире включая россию думают это вина российского президента как прекрасно жить в стране россии где президент террорист самолет эмбраер 135 биджей олега сисок 6600 считается надежным самолетом и вообще насколько я знаю не было никаких крушений но наверное никто не может противостоять терроризму вот как это случилось два раза взорвалось падает ты посмотри падает куда упал он тут куски летят и крушение самолета пригожина произошло в районе деревни куженкино это тверская область по данным мчс 10 человек погибли включая пригожина и уткина но мне хотелось бы поговорить о членах экипажа трех членах экипажа которые погибли я хочу обратить внимание что в россии стране террористы стало настолько привычным терроризм стал настолько привычным что никого не волнует все говорят пригожину погиб уткин погиб а то что погибли члены экипажа во который вообще ни при чем например командиром экипажа был 51-летний алексей левшин тут пилот погиб где возмущение на эту тему где требования к режиму путина чтобы терроризм стране прекратился чтобы остановить войну в украине что-то я не вижу подобного вторым пилотом был 29-летний рустам каримов ему было молодой человек который буквально пару месяцев всего получил эту работу у пилота осталась молодая супруга единственной женщины на борту была 39-летняя кристина ядревская стюардесса она родилась казахстане потом уехала в москву и далее в петербург и она тоже погибла и что-то я не вижу чтобы россияне скорбели об этих людях но зато крику на тему того что мерзавец который убивает людей кувалдой погиб ну вот этого хоть отбавляй а другими пассажирами были александр татьмин евгений макарян валерий чекалов сергей пропустин николай матусеев и это была верхушка можно сказать чего к вагнера то есть погиб не только путин не только пригожин и уткин но и другие высокопоставленные вагнеровцы владимир путин в это время находился в курске праздновал 80-летие 80-летнюю годовщину курской битвы потом он был вынужден вернуться быстренько но сейчас я вам хочу показать один кусочек интервью владимира путина вы умеете прощать да но не все что невозможно предательство те кто смотрит мой канал давно знают что я вам об этом говорила что путин не простит пригожина и путин рассчитается с пригожиным как только можно как только будет это возможно и вот пожалуйста ровно два месяца после путча после вот этого похода на москву пригожина самолет пригожина сбит и вот по данным и даже подтвержденным самим путином пригожин убить это было совершенно ясно что путин не простит вот этого страха не простит позора и унижения которые он испытал что вынужден был бежать из москвы от каких-то бандитов которые стояли в 200 километрах от столицы то есть он показал пригожин показал всему миру слабость путинского режима и чудовищный позор путина я сказал что путин этого не простит потому что я знаю как работает кгб и как работает как лично путин исходя из тех вот людей которые лично знают путина то есть было совершенно ясно что вот это вот путин просто не оставит пригожина в покое ну вот пожалуйста напомню что пригожин уже однажды погибал в крушении самолета в конго это было 2019 году и тогда разбился военный самолет ан-72 на борту находились 8 человек и вот утверждалось что среди погибших был пригожин как оказалось это не так глава беленкет христа грозев сказал каналу популярная политика и телеканалу дождь грозев рассказал что практически он предвидел то что устранят пригожина это мог быть именно вот крушение самолета или отравления предвидел правда что это будет течение полугода но тот случилось раньше я в принципе тоже это предвидела тут собственно предвидеть это большого ума не надо поскольку как грозев грозев утверждает и то есть мне об этом известно что кгб фсб они не прощают тех кого считают предателями и что они в любом случае их устранят и вот это результат того что произошло очень важно также грозев сказал что в фсб существует целое целое подразделение которое даже иногда не знают друг о друге которые занимаются убийствами политическими убийствами или устранениями неудобных людей и вот как раз например генерал аверьянов которого назначили на то чтобы сменить пригожина в африке соответственно вот этим занимался то есть он был причастен и к убийству скрипалей когда кстати невинная женщина погибла там тоже и причем к убийству болгарского бизнесмена который поставлял оружие украине и к террористическим актом в чехии где тоже погибли невинные жители и вот подразделение этого аверьянова поставляли бук который сбил flight то есть рейс мх-17 куала-лумпур в украине в 2014 году это уже погибли 298 людей человек то есть ну то есть он полагает что к этому причастны вот конкретно к осуществлению этого замысла причастны люди из фсб я в общем не удивлюсь но смысл не в том как убили пригожина и что конкретно это как это конкретно произошло смысл в том что его устранила его собственная страна собственное государство и тот кто находится у власти в этой стране конкретно владимир путин ответственен за то что происходит в стране и за этот террористический акт в котором погибли мирные летчики и стюардесса а не только бандиты пригожина это вина путина насчет виновности путина в уничтожении самолета пригожина я вам напоминаю что в россии даже назначение каких-нибудь людей которые новости читают по телевизору или ведут какие-то телепрограммы очень часто принимается только с решения путина для того чтобы если тот там проявил себя из актеров как недостаточно патриотичный недостаточно пропутинский по мнению путина их заменяют и так далее то есть если он вмешивается в такие детали лично то уж какие-то важные события и важные какие-то фигуры на российском политическом небосклоне с ними не происходят вещи которые не согласны не согласованы с путиным или на в относении отношении которых путин не отдал прямой приказ чтобы вот так с ними поступить вся цель существования группы вагнера в 2014 году например была чтобы избавиться от так называемых героев русской весны типа моторолы гиви там и так далее то есть этих бандитов которые из мойщиков машин вдруг стали кем-то и решили что россия им что-то там должна что они стали героями видите ли а путину они больше были не нужны они сделали свое грязное дело и от них нужно было избавиться и вот этим занимался занималась группа вагнер ну а теперь вот ее лидеров устранили таким же путем такие же точно группы есть некоторые репортажи о том что на случай смерти пригожина в чвк вагнер разработан план действий который незамедлительно будет запущен тем не менее я сильно сомневаюсь что вот это пушечное мясо которое пригожин и уткин использовали как пушечное мясо которым они отрезали пальцы за то что они видели мобильным телефоном воспользовались побегут выступать за их хозяев мертвых хозяев телеграм-канал grey zone связанный с чвк вагнера сразу выпустила свои заявления на тему смерти пригожина но даже они признают пригожин идет в ад но они утверждают и дно даже в аду пригожин будет лучшим а это свет в окнах вагнер вагнер центра в петербурге что касается моего личного мнения я считаю что пригожина нужно было судить международным судом за все его преступления которые он совершил во всех странах я разочарована тем что он избежал наказания так легко для тех кто захочет поупражняться в теориях заговоров кстати можете написать в комментариях что вы думаете по поводу крушение самолета пригожина и действительно есть идеи на тему того что может быть пригожин сымитировал свою смерть и что у него действительно были двойники которые даже легально меняли именно евгений пригожин вот это один из его фальшивых паспортов на имя боброва владимира васильевича и немного смешно что его местом рождения указана тверская область где он собственно говоря и погиб я лично в теории заговоров не верю но мы посмотрим днк покажет пригожин это или нет мятеж пригожина показал путь всем желающим свергнуть маленького российского царь к узурпатора и новые мятежи впереди единственным шансом для путина было договариваться с мятежниками как он договорился с пригожиным и показать на примере пригожина что ему путину можно доверять что он держит слово выполнять договоренности а теперь все еще раз увидели для тех кто еще был не этого не знал что верить путину нельзя никогда что объем его кредитоспособности ноль абсолютный ноль и для него имеет значение только его собственное эго ради этого он пожертвовал интересами россии россиян и массовых убивает как в россии так в украине и ради собственной мести за помятую корону он готов пожертвовать абсолютно всем и только глупец может его поддерживать и для всех будущих мятежников все это становится совершенно ясным и очевидным нельзя останавливаться на пол дороги как сделал пригожин нужно наводить дело до конца и избавляться от путина главы государства лучше всего выдать его международному трибуналу глупость путина беспредельно чтобы заложить такую мину под собственный трон надо полностью лишиться ума если есть кто то еще кто этого не понял спросите у евгения пригожина он вам это объяснит лучше меня спасибо вам за внимание всего вам доброго до свидания а